Добрый день! Сегодня 17 июля, и настало время уже два дня тому назад рассказать о партнерской программе, которая была моим спонсором, смешно сказать, была моим скамером. И я так понимаю, что все партнерские программы работают одинаково. Это такая секта, своеобразная, в которую очень легко попасть и практически невозможно выбраться. Я расскажу о своем опыте, названии моей партнерской компании. Так, а мы не будем голословны, мы прямо посмотрим, какое название у нашей партнерски. Вот мой канал старый, вот партнерство подтверждено. А вот сама сеть Broadband TV Entertainment подключена 31 марта, 3 месяца назад. Ровно через 3 месяца я поняла, что меня обклорадывают. И для того, чтобы прекратить партнерство, вот здесь вот есть кнопочка. Сейчас у меня написано «Отменить запрос». А вы, если, послушав меня, поймете, что вас тоже обкрадывают, на эту кнопочку нажмите и пошлите запрос не в партнерскую программу, а в YouTube. Они вам через 30 дней должны отключить. Я не знала этого, поэтому я послала такой запрос вот только буквально неделю назад, 16 июля, и я жду результата до 16 августа. Отключат меня от этой программы, или мне придется этот канал оставить вот таким куцем, каким я его сделала, обрезав окончательно. И я никогда не планировала иметь никакой партнерской программы, несмотря на то, что на слуху постоянно идет информация, «Ой, с партнеркой получается больше, с партнеркой платят лучше». И я даже послушала пару-тройку блогеров, которые уже работали с партнерскими программами, и они их очень хвалили, говорили, что на самом деле им помогают, им дают советы, как правильно оформить канал, как хорошо озаглавить ролик. И некоторые партнерские программы даже анализируют удержание аудитории и делают подсказки, как эту аудиторию удержать. Буквально на этой минуте от вас уходит, нужно сделать то-то, чтобы они оставались. Некоторые блогеры, и некоторые из них даже произнесли, что разница между тем, что платит YouTube, и тем, что платит партнерка 6 или 8 процентов, я уже не помню. Услышав вот эту цифру, я сказал, ой, оно мне не надо. Я не рассматриваю YouTube как свой бизнес. Я из-за 6 или из-за 8 процентов, ну, точно не буду себя грузить для того, чтобы меня консультировали, как это сделать более успешно. Те, кто меня нашел, они сами являются моими спонсорами, они меня всем рекомендуют. И то количество подписчиков, которые есть на нашем канале, это люди, которые привели своих знакомых в основном. Кто-то попал случайно, но этот случайный человек приводит новых и новых людей. Так мой канал и развивался. И у меня возникла необходимость подписать, потому что мы, когда уезжали в Чикаго, у меня не грузились мои видео на YouTube. Я побежала в Яблоко, думая, что у меня с компьютером что-то не так. Они мне прямо показывают строчку, что вот идет информация, у вас места на YouTube нет. А разбираться некогда, мы сегодня уезжаем. И поэтому я быстренько набрала одну из хваленых компаний, которую я слышала у одного из блогеров. Я не ткнула пальцем в небо. Я последовала совету. Я подписала ту программу, которая очень хорошо помогает, такие добросовестные, такие лучше всех. Причем вот готовясь к этому видео, я нашла, что я этот запрос делала 21 марта. Вот когда я вам показывала, как отписаться от вашей партнерской программы, там написана дата 31 марта. То есть целых 10 дней прошло, прежде чем меня подписали. И это было связано с тем, что мое письмо не могли найти. И не могли найти, где я подписала контракт. Я думаю, что я его не подписывала, потому что, ну, я не помню, чтобы я подписывала что-то, я просто мета там тыкнула, и потом им еще жаловалась. Ну, вы меня найдите, я у вас уже вот три дня, а вы меня еще вообще никак не записали. То есть пока мы были в Чикаго, проблема рассосалась сама собой, мои ролики стали закачиваться. Я прямо уже в Чикаго пару-тройку роликов закачала. Однако мой агент, который со мной работает, не видит меня даже 4 апреля. Вот поэтому письмо это видно. Хотя даже сам автомат, компьютер, меня уже подключил 31 марта. Залила на YouTube без всякой помощи этой партнерской программы. Ну, и когда пришла, первый вопрос, который я задала, я попросила, конечно, чтобы мне дали консультацию. Но раз уже вы мои партнеры, уже меня проконсультируют, тем более, что другие блогеры говорят, ой, они целый час с вами разговаривают, хотите 2 часа, хотите 3, они вам все расскажут, такие молодцы. Я пишу письмо. Я думаю, я здесь поставлю ответ сверху. Мне говорят, али народ, мы даем только письменные рекомендации. Я так поняла, что либо у меня мой консультант абсолютно неграмотный, либо чего-то они там поменяли. Но я посмотрела, что у меня оплата, которую я вижу постоянно, она нисколько не поменялась. Она такая же, как была, думаю, ну была партнерка. Нет партнерки, какая разница, я нисколько не пострадала, я денежки свои вижу. Они точно такие же, как были в предыдущем месяце, поэтому забудем об этом, не будем волноваться. Но пришлось волноваться, потому что если раньше мне в монетизации некоторых видеороликов моих собственных, без всякой музыки, безо всего, отказывали раз в 3, 4, в 5 месяцев, то теперь это стало каждые 2 недели мне какой-то отказ. Причем он не приходит мне, как раньше официально, что у вас этот ролик не монетизирован. Просто знак доллара не зеленый, а желтый. Я должна сама отслеживать, что у меня не монетизировано. Может быть, их больше было не монетизировано, но я же не буду все страницы это просматривать. То есть без этой компании, если что-то происходило, мне сразу присылалось на почту письмо. Теперь такое письмо, видимо, приходило им, а им все равно, оно монетизировано или не монетизировано, потому что, Галя, каждый день ролики выкладывайте, но что-то получится. То есть никакой помощи, кроме того, что я написала, Алло, включите монетизацию мне этого ролика, но если раньше YouTube реагировал на это через 2-3 часа, то мой консультант Евгения реагировала через 2-3 дня на такое письмо, а больше всего просмотров проходит именно у меня, лично за первые 2 дня. То есть когда монетизацию подключали, все почти мои основные зрители уже его посмотрели, и этот ролик прошел абсолютно бесплатно. Другой никакой помощи мне оказано не было, но я уже так и успокоилась, но нет, и нет, самое главное, я не пострадала. Но я не знала о том, что я пострадала ровно до моей первой зарплаты, а выплачивают они вашу первую зарплату через 3 месяца. И когда они мне ее посылают, а я вижу, что у меня стабильная зарплата на YouTube такая же, как была последние месяцы, и мне присылают даже не на 37%, как я сказала раньше, а на 40% меньше, чем у меня там написано. Я так, а Лена Рот, а что же происходит? А за что вы взяли деньги? Я согласна, что вы бы взяли эти деньги, если бы вы на самом деле, как обещали, стали мне платить больше. Увеличилось количество подписчиков, увеличилось количество просмотров, а соответственно и увеличились мои заработки. Мои заработки остались такими же, потому что вы ничего не сделали. Позвольте мне с вами расторгнуть наш договор. И тут случается то, что случается всегда. Когда вы читаете условия, там написано, что если вы хотите расторгнуть с нами договор, то вам нужно за 30 дней предупредить, что вы его расторгаете. Я им пишу, я расторгаю с вами договор. Они мне говорят, вы можете это сделать за 30 дней до окончания срока договора. А договор этот на 2 года. Причем, если вы забудете за месяц, да, из течения двух лет, написать такое письмо, то ваш договор автоматически продлится на следующий год. Это та самая секта, о которой мы говорили. Кроме того, никаких собственных реклам, партнерских программ нет. Вот тут я вам покажу срочечку, где она пишет, что у нас нет своей программы никакой. Мы берем только то, что Ютюб, и мы не можем ничего там контролировать. Они сами у нас вот все это делают. А мы только денежки свои забираем. Причем, когда я говорю, ребята, я бы согласна была вам отдавать ваши денежки, если бы вы что-то сделали. И мне договариваются дать консультанта. Причем, если когда-то мне приходит сообщение 5 или 6 уже июля о том, что мы не можем вам помочь, потому что у нас 1 июля выходной в Канаде, то консультант со мной связывается и договаривается со мной пообщаться по московскому времени. Канадская такая команда. Но я уже встала в определенную позу. Я сказала, мы будем улучшать канал, и вы будете получать свои денежки только в том случае, если вы мне вернете все, что я заработала без вашей помощи. И они мне посылают финальное письмо. То есть мне так радостно, что они его прислали. Они пишут, а мы берем свои 40% сверх того, что YouTube с вас уже взял. То есть, ребята, элементарно посчитать. Люди, которые ничего не делают, только обещают вас консультировать. Мне сейчас снова пришло от новой команды, уже от другой уже компании, которые на новый канал мне написали, потому что у нас за неделю 3000 подписчиков и 40 тысяч просмотров. Они как это так? Она получает деньги, нам ничего не платит. И они уже обязуются нас консультировать каждую неделю. Вот не надо мне таких консультаций. Если я захочу улучшить свой канал, я найду, у кого на том же самом YouTube поучиться. Сам YouTube дает бесплатные консультации, постоянно приглашает. Придите, поучитесь, мы вам все объясним. Я, кстати, старый канал оформляла совсем по-другому, чем новый. Он сейчас выглядит совершенно по-другому. Но вот мне надо вспомнить, как это я делала и оформить новый канал. То есть я поступила как? Причем я им это описала, что если вы меня не выпускаете из этого рабства, я рассказываю всю правду о вас, и я закрываю свой канал. На сегодняшний день канал мой выглядит вот так. На нем осталось всего несколько плейлистов. Я верну, наверное, побольше плейлистов, потому что я сейчас, когда закрывала видеоролики, я поняла, что многие я не буду перекачивать на новый канал, и я их оставлю на старом. Пусть им 3 копейки-то достается, но 40% с моего дохода, который я сама построила без их помощи, я им никогда не отдам. Я все это сделаю на новом канале. Я вас научила в самом начале, как можно отписаться от партнерской программы, написав заявку в сам YouTube. И через 30 дней вас должны отписать. Должно пройти еще 3 недели, прежде чем мне придет официальный ответ, потому что я вела зачем-то с ними переписку, а надо было эту кнопочку найти. Но я все познавала методом тыка, и я вас прошу посчитать. Ребята, смотрите, если вы заработали 20 долларов, YouTube, по-моему, берет 30%, смотрите, из ваших заработанных 20 долларов, если YouTube берет 30, 20 минус 6, 20 минус 6, 14 у вас остается, но на YouTube работают хорошие психологи, они вам не показывают, что вы заработали 20, они вам показывают уже ваши 14, которые вам остались. А ваша партнерка забирает, согласно письму, которое перед вашими глазами, 40%, а 60% оставляет вам. То есть 40% это почти еще 6 рублей, которые они забирают из ваших 14, и вам остается только 8. Из 20 долларов вам остается 8, если у вас есть партнерка, и из тех же 20 у вас остается 14, если у вас партнерки нет. Я всем рекомендую нажать на кнопочку «Отписаться от партнерской программы». Потому что я, когда оказалась в этой ситуации, я некоторым блогерам написала, и кто-то сказал, я от них вот угрозами отбилась, а кто-то сказал, да терплю я их, куда деваться, подписала договор. Не надо терпеть, надо нажать на эту кнопочку. Мы, блогеры, сами друг друга можем продвигать, мы можем дружить, мы можем рекомендовать, как я это делаю, как многие блогеры это делают, просто знакомят, вот есть еще такой блогер, есть еще такой блогер. Мы без всякой партнерской программы. Я не могу только понять тех блогеров, которые рекомендуют на эту партнерскую программу подписаться, и даже показывают цифры. У меня благодаря им выросло количество подписчиков, у меня благодаря им вырос доход. Доход не может вырасти, потому что вы стали платить еще на 40% больше. Я так думаю, у них просто какая-то договоренность с этими компаниями, и за каждого подписавшегося им есть какая-то отдача. Кроме того, у одного из блогеров, которого мне посоветовали посмотреть, вот когда я в этой ситуации оказалась, и которая очень расхваливает своего консультанта, ниже у нее в описании написано, если у вас меньше 20 тысяч подписчиков, то не надо к нему обращаться, обращайтесь просто в компанию, вас кто-нибудь другой возьмет. То есть, когда у вас мало подписчиков, вы никому не интересны, и с вами часы тратить не будут. А когда у вас уже есть 20 тысяч подписчиков, то вам не нужна никакая партнерка. Ваш успех уже растет в геометрической прогрессии, потому что люди друг другу советуют. У нас очень хорошие подписчики, они нам готовы помогать. Они нам ставят лайки, они пишут комментарии, и они нас советуют. А партнерка – это не просто ермо, это секта, из которой сложно выйти. И я даю вам возможность выйти максимально быстро, чтобы вам не пришлось канал перекачивать. А я решила не ждать. Я не дам им за эти 30 дней на мне заработать. Как поступите вы – это ваш выбор. Если вы все-таки решитесь подписываться на какую-то партнерку, поищите, пожалуйста, негативные отзывы об этой компании. В первую очередь и на русском, и на английском языке. А я прошу максимальный перепост этого видеоролика. Мы должны знать всю правду о партнерских программах и должны друг друга защищать от возможных ошибок. Я сделаю лицензию, позволяющую копировать этот ролик. Добро пожаловать! Распространяйте! А с вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго! Пока-пока!